Здравствуйте, я Сергей Наумов. Вы смотрите программу «Эхо», в которой сегодня мы обсудим ряд заездов, которые состоялись на Центральном московском ипподроме в минувшее воскресенье, и где также прошел впервые в истории чемпионат наездников-любителей Москва-Чуваше. В гостях у программы «Эхо» наездник первой категории Георгий Макаревич. Здравствуйте. И конно-заводчик Роман Малов. Здравствуйте, друзья. Ну, Роман, первый вопрос вам. Идея проведения этого чемпионата от вас исходила? Родилась на земле Чувашской. Обсуждали мы на очередном собрании с коневладельцами, наездниками Чуваши, что мы хотим на Новый год. Подарок какой. И решили, надо бы в Москве стартануть. Вот, созвонились с Константином Пучковым. Это руководитель нашего движения любительского наездников, клуба любителей наездников. Он поддержал. И уже начали искать лошадей, составлять положение и общаться. Георгий, ваше участие в этом чемпионате, как оно планировалось заранее, либо это все произошло спонтанно. Для вас это было удивительно. И вообще, это инициатива, исходившая от Романа, и от вообще клуба любителей наездников. Мы с радостью поддержали эту инициативу, она понравилась. Мы всегда с удовольствием встречались. До этого были матчи-встречи Москва-Ульяновск, Москва-Финляндия. И то, что подключилось еще Чуваши, это, конечно, было очень интересно. Тем более, мы знаем чувашских наездников и уважаем очень Романа Малова, как энтузиаста и такого вот хорошего заводчика. Поэтому кинули клич, желающих было больше, чем вообще можно было бы. К сожалению, мы хотели 5 на 5 выступать. Но так как дорожка зимняя и ваду Шеренгу 8, администрация ипподрома решила не рисковать и ограничила 8 участниками. Поэтому мы, как гостеприимные хозяева, уступили места чувашским наездникам. У нас оказалось 5, у нас оказалось 3. Но в командной борьбе участвовало 3 на 3. Ну вот о регламенте вы рассказали, но после регламента, естественно, жеребевка была уже. Регламент вы все знали. Я еще должен сказать, что ставки были высокие. Ведь победитель чемпионата получал право представлять нашу страну, Россию, на Винсенском ипподроме, в день, предвещающий приз Америки. В субботу я там когда-то иногда как-то выступал тоже. И это была ставка высока. Ну это да, помимо приза, действительно, поездка во Францию, причем в преддверии приза Америк, это дорогого стоит, я могу сказать, и финансово, наверное, и просто в таком плане, как популяризация для себя, подчеркиваю для себя, то, что вы увидите воочию бега во Франции. Ну что же, жеребьевка. Начнем с вас, Георгий. Вам достается. В первом гите. Георгий Лог, ну, честно говоря, я считал здесь две лошади поблизости Лога и Формулу. Считал, что они оторваны, выгодят. Думал, кто на Дерси поедет, так сказать, третьей лошадью. А себе отводил место где-то там в последней тройке. Ну, оказалось, в общем, не так все печально. Вначале я еще размышлял, а нельзя ли, может быть, остаться последним, чтобы пересесть на первую лошадь. Ну, видишь, что жеребец-то вообще мне понравился, бежит с желанием. И впереди образовалась такая непредсказуемая такая куча. И неизвестно, кто выигрывает. Думал, ну, надо рискнуть. И послал на третьей четверти. Жеребец откликнулся. Очень неплохой у него оказался финишный спорт. Остался третьим. Остался очень доволен жеребцом. И вообще, вот, в виде я отворачиваю такими третьими колесами. Вы посмотрели первый гид, а это самый интересный момент финиша. Вы ожидали, что так кучно все будет происходить? Я не ожидал, не ожидал. Вот Искарго ведет. И, к сожалению, тут получилось такое, потом уже наездник рассказывает, что он выдернул телефон, и жеребец заскакал. Если бы он, может, не выдергивал бы телефон, может быть, он и доехал бы первым. Ну, очень такой драматический заезд, я считаю, напряженная борьба. И зрители должны были получить удовольствие. Зрители, безусловно, получили удовольствие, в том числе и Роман. Роман, а ваши ожидания? Ну, возьмем сначала только первый гид, потом итоги подведем, естественно. И по тотализатору было видно, что развязка была непредсказуемой. То есть, с самого начала начал образовываться котел. Да, да. Четверной экспресс-котел и отсев в больших шести победах. Несмотря на то, что был котел, многие ставили и играли широко. Дзерси уже отсеял там многих. Ну, от Москвы, помимо Георгия Макаревича, выступал еще Евгения Золодухина и Владимир Варыгин. Представьте ваших наездников, Роман. Они, судя по записке, куда более опытные, мы не берем Георгия в виду, но и Владимира, но и Евгения Золодухина, совсем молодая наездник. Многие же знают, что в Чувашии очень много любителей, которые во втором, в третьем поколении уже даже занимаются рысаками, которые содержат лошадей у себя дома, в сараях, в левадах. Две-три лошади сами работают вдоль дорог. Был на «Конном мире» сюжет, где вдоль трассы М7 лошади работаются перед ледяным кубком в Чувашии. У нас порядка, наверное, 30 человек, коневладельцев, любителей, которые сами стартуют на своих лошадях. Ну, в основном, конечно, старшего возраста лошади у нас. Я думал, проблем не составит собрать команду из Чувашии в Москву, потому что у всех дела, я думал. Ну, согласятся там трое, может, кого-то уговаривать придется. Нет, откликнулось там порядка 20 человек, которые захотели. Мы начали очень скрупулезно отбирать команду. Всего надо было 5 человек. разработали... Ну, была у нас система баллов с 2004 года. У нас очень много семей, которые из поколения в поколение занимаются. Вот Саша Максимов сейчас коневладелец и сам наездник. Его отец возглавлял наше движение, и он разработал систему рейтинга. Мы отобрали по рейтингу 5 наездников. Хорошо, вы отобрали 5 наездников, и они участвовали. Ну, помимо того, что наездники участвовали, у вас и лошадь, которая, рожденная в вашем заводе, бежала. И давайте посмотрим, вот как раз второй гид, и именно лошадь, рожденная у вас, оказалась победителем второго гида. Более того, она принесла своему наезднику и звание чемпиона, и такую важную поездку во Францию. Ваши комментарии, Георгий. Очень трудно было ожидать, что Мунмен Рэм выиграет, тем более у него в этом году не было побед. Я ехал на чемпионате, как на Мунмена, и он на финише встал практически до шага. Поэтому то, что сделал Краснов с этой лошадью, это, так сказать, удивительно. Когда я спросил потом Якубова после заезда, говорю, Толя, что случилось с лошадью? Ну, пробилось, пробилось. Самый неудачный для меня момент пробилось. Я уже считал, что первое место в кармане, потому что остаюсь вторым, много очков. А тут получается, что у Краснов пятое место и первое. И он за то, чтобы у него место более высокое, выигрывает чемпионат. В трибунах шутили еще во время, все ждали, когда Мунмен встанет. На самом деле, в первом повороте он не встал, на той противоположной повороте он не встал, в этом повороте не встал. И потом шутили, говорили, что лошадь чувашская, и с ней общаться по-чувашски надо. А Валерий Краснов по-чувашски очень хорошо разговаривает. И посылал он на чувашском языке лошадь на финишном отрезке. И вот все получилось. Очень резвое начало, да и вообще езда очень резвая получилась. 36 начинает Валерий Краснов на Мунмен РМ, и так и довел ее до финиша. Далековато отпустили все-таки Георгий, наверное, да? Но опять же, вы же сказали, не ожидал я. Не ожидал, да. И я считал, что мне второго, третьего места вполне хватит для победы. Но вот оказалось, что не так. Расчет оказался неверным. Да, расчет оказался неверным. Вы ехали на эскарго, и в последних ездах в руках Александра Попова эта лошадь демонстрировала очень приличные резвости. Да, но по рекорду все-таки, там 3,8, это где-то в пересчете 2,5 у него рекорд. Ехать все-таки с безминутными лошадьми, это, конечно, надо переоценить. Мы, конечно, все верим в сказки, знаете, как это анекдот новогодний. Значит, я знаю, что Дед Мороз не придет, но в то, что Снегурчик появится, хочется верить. Поэтому мы все верили до последнего, но... Но, как уже сказал Роман, она не встала. Не встала, да. Но хороший финишный бросок был. С четвертого на второе место. То есть эскарго – это хорошая французская лошадь. Михаила Улитина. Наш большой друг. Ну что ж, давайте послушаем Валерия Краснова, что он думает о своей победе, как сложились оба гита для него, для победителя чемпионата любителей наездников. Москва-Чувашия. Дорожка идеальная. Организовали очень хорошо. Всем хочется большое спасибо. Лошади подобраны одинакового уровня. По первой лошади у меня курс попал. Курс тоже хороший лошадь. Я остался четвертым, пятым. Пятым остался. А второй лошади Омонмен остался. Омонмен не достал. Я на Омонмен и выиграл. Я аккуратно проймал и все, и поехал. С места до места поехал. С места до места выиграл. Ну, если на самом деле Валерий Краснов наездник опытный, да, за плечами не один призовой заезд, то вот Евгения Солодухина, она впервые выступала вот в таком чемпионате, да, была участницей чемпионата молодежь Москвы, если я не ошибаюсь, но вот в такой компании ехала впервые, тем не менее. На самом деле принесла очень важные очки в команду. Давайте ее послушаем, а потом подведем итоги. Это уже второй чемпионат. Первый чемпионат у меня был тоже чемпионат любителей, но только в Москве. А тут что-то более большое. Было очень интересно принять участие. Хочется выразить большую благодарность всем, кто предоставил лошадей и коллективам этих тренотделений. Первый гид у меня попался, третий номер, номер Голд Кронос. Ему совсем не нравилась дорожка, поэтому мы с ним выступили не очень хорошо, пришли последним. А во втором гиду у меня попался четвертый номер Джерси. Она очень хорошая кобыла, хорошо ехала, но тут уже я немножечко заглупила, поэтому мы остались четвертыми. Все советы были вперед и только вперед. Ну что, в тем не менее хорошее настроение у Евгении. Итак, три наездника набирают по 13 очков, но тут уже в силу, что вступает регламент, и в силу этого регламента Владимир Короснов оказывается на первом месте, Георгий Макаревич на втором. И Фенил Зимдиханов занимает третью позицию. Ну и далее. Если индивидуально наездник из Чувашии выиграл чемпионат, то в команде Москва побеждает все-таки, да? Да, все-таки есть какая-то равновесие какое-то сохранилось. Так что впереди еще будем бороться. Не выяснили отношения до конца, я думаю. Второй раунд будет. Второй раунд будет. Когда? Есть уже планы. И где? Я думаю, опять в Москве проведем где-нибудь весной. Но вообще идея замечательная. От любительства тоже многие люди пришли, становились тренерами, коневладельцами, наездниками из любителей. То есть мы вчера весь вечер обсуждали это. Кто пришел от любителей. И очень-очень много людей. Это движение надо поддерживать в любом случае. И Константин Пучков делает правильные вещи со своей командой. Так и должно быть. Есть четыре команды. Вот так, посмотрите, это Сибирь, у нас по Волжье это Чуваши и Ульяновск, и Москва. Ну вот самые крепкие, где реально по 10-12 человек набираются, которые могут приезжать и выступать. То есть я думаю, между четырьмя командами можно какой-то всероссийский турнир. Ну что ж, хорошее начинание. Остальные потенции. Саратов, Оренбург и так далее. Хорошее начинание, да. Только можно приветствовать. Мы ждем, естественно, его продолжения. Тем не менее, вот этот чемпионат наездников-любителей Москва-Чуваши показал, что при наличии лошадей одинакового класса победить, определить невозможно. Да, просто, да. Да, и не случайно оба заезда были включены в тотализаторы, в различные варианты заключения пари. Ну, переходим к обсуждению других заездов, друзья. На самом деле, вот мы говорили о том, что хорошая идея провести чемпионат наездников-любителей. Но не менее хорошая идея учредить вот именные призы. Один из них также состоялся впервые на Центральном московском ипподроме. Приз в памяти Фазлеева Фаяза Хамматовича. Хорошо известного, кстати, Роману. Да, и учредили этот приз семьи Аяза Туловых и Галимзяновых. И очень хороший призовой фонд. Мы видим сейчас на дорожке приличную очень записку. В 12 даже голов. И, в общем-то, за 100 тысяч идет борьба. Честь и хвала, наверное, вот этим людям, что они почтили память своего родственника. И вот учредили именно такой приз. Это представители Татарстана. Они на границе прямо с Чувашией, с нами, находятся очень часто в гости, тоже приезжают. И мы к ним приезжаем. И молодцы то, что не забывают свои корни родственников. И в честь них проводят на главном подроме страны такие призы в канун Нового года. Да, ну не случайно. Я уже подчеркнул записка. 12 голов. Юр, вам удалось посмотреть этот заезд? Ну, наверное, уже потом в записи. Ну, уже в записи я смотрел. И мне заезд очень понравился. Два фаворита было. Васаби Лок или Без Ди Лок. Были две лошади из Швеции, которые Наталья Строй вернула в Россию. Это Иван Хоя и Госса. Было интересно посмотреть на них. Но был еще Федерал Лок, который не за долго до старта был снят. По ветеринарным причинам. Да, и Зена, и Апогей. У нас две одного. Вы сами все противоречили. Только что сказали, что только две лошади для вас. А вы причислили уже практически все. На кого ставить? Нет, все-таки я считал, что в Асаби Лок, Любезный Лок, кто-то из них победит. Ну, на финише, финишным броском, вот Любезный Лок отвоевал себе второе место. А в Асаби Лок, ну, был выше всяких похвал. И Марина Воробьева победила здесь заслуженно в этом заезде. Ну, если первая часть была достаточно резвая, 30 и 9, то потом поехали... Передохнули, да. Передохнули, 34 и 9, да. Зато потом опять поехали 30 и 9, по-моему, 31 и заканчивали 31 с долями. Вот по зиме и по такой погоде, в общем, был встречный ветер довольно сильный. Вот, и резвость очень неплохая. Ну, и состав, действительно, вы правильно сказали, что он был очень такой симпатичный. Ну что ж, давайте послушаем победителя этого заезда, Марину Воробьеву и владельца лошади Эдуарда Бродуховича. Я хотела проехать этот заезд в спине, но мои спины все время брали на себя и ехали фальшпейсом. Мне приходилось выворачивать, возвращаться, опять пропускать спины. Ну, в принципе, сильная лошадь, очень сильная. И очень жалко, что он не может участвовать в дерби. Хотела ехать и со спины, потому что силовая езда уже была у него. Они взяли сильно на себя, у меня начал жеребец нервничать, мне пришлось выворачивать. Потом Ильнур решил тоже выехать, побъехать нас и тоже взял на себя. И, в общем-то, как-то так все это сумбурненько, но так как жеребец сильный, ему все равно. По финишу, ну, выехал, уехал, все. И это его не предел точно. Я очень рад, что такой приз сегодня мы выиграли неожиданно. Марина молодец, постаралась. А Васаби, он сын Бон Ваяжа, я привез его из Парижа. И он производителем работает в разных заводах и дает таких чемпионов. Итак, Васаби Лок первое место, любезный Лок второй, Иван Хой АМ третье, Апогей Госса. И туземец Лок, ну, в оплату он не попадает. Тем не менее, вот, друзья, приз памяти Фаяза Хаматовича Фазлеева, его итоги только что были на ваших экранах. А гостей в студии я хочу спросить о следующем. Вот, пятое место Госса. Совсем недавно появился на центральном московском ипподроме эта лошадь. И сейчас есть такая тенденция, что многие покупают лошадей. Эдуард Мардухович не только Васаби приобрел в свое время, но и сейчас тоже, я так понимаю, в скором времени одна из кобыл из Америки появится на центральном московском ипподроме. Радует такая тенденция же, правильно? С другой стороны, это конкуренция для конно-заводчиков отечественных. Где вы ответите, Роман? На покупку таких лошадей. Нет, на самом деле в свое время, насколько я помню, Мунмен РМ был самым дорогим лотом. На первом всероссийском аукционе, который проходил на центральном московском ипподроме. Это самый дорогой лот был в конюшне Бухтоярова, его приобрели. Анатолий Якубов тогда участвовал в аукционе. Ну и сейчас аукцион будет. Ну а если покупает лошадей за рубежом, вопрос, может быть все-таки обратить внимание на отечественный рынок? Я не ошибаюсь, он больше миллиона стоил, да? Нет, 600 тысяч. 600 тысяч. На свое время на тот момент 600 тысяч. Это очень хорошие деньги. Я всегда говорю то, что рынок, он немножечко сужается российский по рысакам. Но лошади становятся все лучше, лучше и лучше. Их меньше становится, но они лучше и лучше. Недаром такой прогресс по секундам, по резвостям за последние пять лет. То есть раньше это было чем-то сверхъестественным, когда за две минуты заезжают. Сейчас это обыденное дело. Конкуренция выше. Ну, жалко, конечно, что количество меньше лошадей. Ну, это из года в год оно так происходит. Но лошади, повторюсь, лучше и лучше становится. Хорошо, Георгий. Ваш взгляд на это? Это не проблема, это на самом деле. Ну, просто констатация фактов. Ну, это такое негласное соревнование между какими владельцами. Каждый хочет выиграть. Ведь есть тут так, два пути в длинную. Когда вы покупаете кобылу или выращиваете свое потомство, там вы пестуете и надеетесь выиграть. И второе, купить задорого на аукционе, лошади привезти на ее сюда, чтобы она выступала. Но при этом вы не сможете выступать в закрытых призах. Допустим, в дерби. Ни Иван Хоя, ни Госса, так сказать, участие не примут. Тут уже каждый выбирает, что он хочет. Ну, конкуренция, конечно, усиливается так же, как в футболе. Если вы покупаете дорогого игрока, значит, для того, чтобы его вытеснить из команды, значит, вы должны показать класс. То же самое, конечно, придется и Роману делать. Вот, чтобы, так сказать, быть с его лошадями конкурентно способным перед вот этими покупателями, конечно, надо будет улучшать класс. И вообще, пока, пока, я считаю, Чувашскому заводу и Роману Малову это удается. Это удается. А вот по поводу этих лошадей, которые вернулись из Швеции. Ну, во-первых, только пятый старт у Иван Хоя. Госса выступала в Москве. И по зиме, по зиме, я не думаю, что вот необходимо форсировать форму. А вот летом мы посмотрим, что они из себя представляют. Вот. Я думаю, что это будут хорошие лошади. У Натальи Строя, в общем, плохих лошадей не бывает. Ну, что ж, мы, на самом деле, продолжим тему, обсуждая следующий заезд. Потому что в этом заезде бежала лошадь, рожденная у Романа. Пусть выиграет РМ. И новое приобретение Эдуарда Бардуховича. Журден де Ло. Французский РСАК. Соответственно, пусть выиграет РМ седьмой номер. Девятый номер Журден де Ло. Который, кстати, и возглавил этот заезд, в котором принимали участие двухлетки. Да, он провел вместе с Дедалом две французские лошади впереди. Лаура не отстает. И пусть выиграет РМ еще держится, так сказать, в шансах. И вот все, как и во многих заездах, в это воскресенье решилось все на финише. Вот буквально за 100 метров до финиша решается судьба первого места. Ну, это, конечно, очень интересно. И зрителям интересно. И непредсказуемые такие заезды. Ну, в числе тех, кому отдавалось предпочтение, во всяком случае, они игрались в одинарии по низким котировкам. Это одиннадцатый номер Чавес. Это, как упомянутый вами, Лаура. Десятый номер Чавес в руках Александра Гавриловича Несяева. Он сидел все время в засаде. Вот только вот на третьей четверти он приблизился к лошадям. Захватил Журдан де Ло. Сбоит Марина Воробьева на Журдан де Ло. И уже достается победа. Я думаю, легкая победа. Но в хорошие секунды Александр Гаврилович выигрывает на Чавесе. 2-12-9. Да. Лаура остается второй. Но уже значительно подстав. Ну, и там еще идет борьба за четвертое, пятое места. И мы видим, что шея сзади, шея сзади. Они на какого времени у Юги и Архангела Лок. Причем Рейд Габдарашидов проехал с одним сбоем. Ну, а Журдан де Ло. Итак, двухлетка, которая, в общем-то, не сможет участвовать в дерби. По той простой причине, что рождена во Франции. Вот, от Джан Грифа. Ее перспективы, как и других лошадей. Закрывая эту тему доморощенных и гастролеров из-за рубежа. Да. Я уже не буду спрашивать вас про других лошадей. Хотя такой вопрос у меня в голове сидел. Потому что в квалификации еще бежал Рапин, тот же, того же Эдуарда Мордуховича. Зои Эф долгое время. Тоже самое, недавно появившееся на дорожке центрального московского подруга. Но есть призы немалые, кроме дерби. Призы спонсоров, какие-то именные призы в честь кого-то. Есть еще Дни нефтяников, День шахтера, мы помним, был. Когда разыгрывались большие призы. Поэтому есть где поучаствовать. Я к чему клоню. Потому что, допустим, если есть много привозных лошадей, возможно, для них и призов нужно сделать побольше. Или как? Я думаю, что да. Хорошо. Я думаю, что это зависит уже не от нас, к сожалению. Мы всегда за призы, за увеличение призовых сумм. Да, конечно. То есть, ну, во всех странах, будь то Финляндия, Франция, Швеция, конечно же, есть там процент и большой процент закрытых призов, которые разгрузятся только для своих называчеков. Вот. Ну, в России так же. Это дерби. И Марина Воробьева в интервью, вы слышали, сказала, жаль, что лошадь не сможет участвовать в дерби. Пока эти правила будут, конечно, на звучке российские они защищены. Но я не рассматриваю это как реальная проблема. Я рассматриваю это как, вот вы правильно сказали, это надо будет улучшать у себя класс и порядок, чтобы лошади становиться лучше, лучше. Конкуренция и двигатель прогресса, да? Да. Ну, давайте о нашем родном, о барловской породе. Вот, где нет конкуренции. Посмотрим, да, посмотрим заезд двухлеток, который сложился весьма увлекательно. Не такое большое поле, всего шесть голов, но, тем не менее, Сирии, Медовый Загар, Комбат Чен, Загадка, Конкорд и Кабальгера Джей. Это те, кто вышел на старт. И, опять же, обращаем внимание, что вновь участвует Марина Воробьева, и она, в общем-то, возглавляет заезд. Ну, и, казалось бы, так, по заезду вообще, по его, так сказать, драматургии должен был выиграть Комбат или Конкорд, потому что они так ввели уверенно впереди. Ну, вот я хочу брать внимание на загадку, ее здесь даже практически нет, она где-то еще держится. Она предпоследней едет, Татьяна Цкалина. Предпоследней, да, да. И такой впечатляющий делает бросок на финише и выигрывает с хорошим временем, даже улучшая, по-моему, свой рекорд. Там, наверное, 5 десятых секунд. Да, абсолютно, да, на 5 десятых она улучшила вопрос. Вот мы видим, сейчас впереди Комбат ведет и Конкорд. Они увлеклись борьбой между собой? Я думаю, да. Ну, нельзя сказать, что проспали, потому что бросок был очень серьезный. Его заключительная четверть достаточно тихой получилась, 3-4-2. Да, видимо, уже не хватило. А загадка прошла более ровно, и это нам кажется, что она делает бросок. Просто она не остановилась, а остановились эти две ложки. Поехали назад, да? Поехали назад, и получился, что такой впечатляющий бросок. Ну, там и медовый загар еще был, и вот Сирия сейчас на третьей позиции. Вот Сирия, да, Сирия не потеряла шансов, видите, я думаю, сейчас Ярослав отвернет и что-то сделает. А вот загадка, опять же, открывает бровку. Да, вот мне тоже почему, да, Марина Воробьева открывает бровку. Да, оставляет бровку, или такая уверенность в себе, что, мол, ничего не случится, никто не обыграет. Ну, бровку открывать, в принципе, нельзя. На финиш. Да, прекрасно проехала Татьяна Чкалина на загадке. Ну, обычно загадка бежит в руках Тимми Бруалта Тунгатарова, но он, как мы знаем, дисклифицирован на недельку. Поэтому и пришлось ехать Татьяной Чкалиной. Повезло, Татьяна. Поздравляем ее. Да, хороший бросок, конечно. Мы сейчас посмотрим еще фрагмент финиша, который делал. Ну, на самом деле, вот и Сирия, отметим мы то, что Ярослав Лагмин тоже поехал, проехал по личному рекорду, 2.13.8. Мне очень нравится эта лошадь, и я думаю, что она еще покажется. Нет, Сирия. Сирия. Да, 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 основной соперник был справа от нее, а слева она... Он начал смещаться, а она за ней... Вот поэтому, когда две стороны трудно смотреть, лучше бровку закрой, тогда смотри только вправо. Да, уже все, ты спокоен, что тебя слева не обыграют. И еще один заезд, друзья, мы предлагаем вашему вниманию заезд, в котором должен был принять участие Георгий Макаревич. Но по разным причинам так уж случилось, да? Ну, так случилось на старте, что, так сказать, в мою качалку въехал, так сказать, наездник, который ехал рядом, вот, лошадь встала поперек, колесо развалилось, вот. Вот как раз в этот момент мы акцентируем на него внимание, удалось удержать жеребца. И спасибо вам за это, сказали остальные, в том числе и трибуны, которые кричали, держи, держи. Да, впереди были лошади и машина, и неизвестно, чем бы это все дело закончилось. Но вот в итоге, в итоге, и лошадь осталась целая, и я более-менее цел. Вот, ну, это бывает, так сказать, это не совсем, так сказать, спорт такой... Ну, случается то, что случается, да. Ну, давайте теперь заезд уже начал развиваться без вас. И ожидали, что так все будет получаться в заезде? Вот, такой сценарий, такая режиссура. Не только не я не ожидал, а вообще весь ипподром не ожидал. И вот Диковинка, которая выиграет там, в общем, упорная борьба на финише между тремя лошадьми. Диковинка Домовой и Мельхиор, вот, и в итоге там побеждает Диковинка Наталью Плесер. И несмотря на то, что все знают, что она боевой наездник, так сказать, не смотрит на табели о рангах, едет вперед, не играли ее почему-то. Играли почему-то Буяна, в основном Буяна, который... Который на противоположной прямой почему-то съехал. Расковался или что случилось? Не знаю, честно говоря. Играли Домового. И вот победа Диковинки отсеяла 99% игроков в шести победах. Остался там один билет, который и в итоге потом тоже не доехал. И получился опять котел в шести победах 366 тысяч, который будет разыгрываться 9-го числа. 9-го или 2-го? 9-го теперь уже. Примели решение 9-го, потому что 2-го многие зрители и игроки там не смогут. Или праздники разъедутся. А вот решили на 9-й перенести. Да, и увлекательный финиш на самом деле. Три лошади, Диковинка. Вот три лошади прекрасные. Домовой. Посмотрите, да. И вот в самый последний момент вот этот полголовы выигрывает Наталья Плейстер. Наталья Плейстер. Поздравляем, Наталья. Ну, безусловно, да. И выражаем соболезнования игрокам. Ну, надо заметить, что резвости были не очень хорошие. Но, тем не менее, сам по себе финиш он был, ну, лучше, наверное, не придумаешь, да? Да, да. И я представляю, как йоколо сердца у всех. Конечно. Которые ждали на первом месте Мельхиора, возможно, РТ. Ну, большинство, как вы сказали, Домового ждали. Домового остается вторым, проиграв 1-8-ю головы. Да. Я смотрел этот заезд, получается, не напротив финиша, немножко сбоку. И оттуда не было ничего разобрать. Ну, непонятно, кто выиграл. Ну, да, вот результаты на вашей экране, друзья, да. Потом все ждали фотофиниша. Очень интересный заезд. Три лошади, естественно, в одно время. Одна, восьмая, голова сзади. Ну, почаще бы такие вот финиши были. Такие финиши должны быть. Не только в этом заезде, но вообще почаще было бы такое воскресенье на центральном московском патроне. Так можно сказать, подводя итоги нашей сегодняшней программы? Ну, в общем-то, это хорошая концовка бегового сезона 2021 года. И будем надеяться, что сезон 2022 года оправдает все ожидания. Все будут довольны и счастливы. Друзья, с наступающим вас Новым Годом! Оставляйте все плохое в году уходящим и берите с собой все самое хорошее в год наступающий. Здоровья, здоровья вашим подопечным, успехов, радости и хорошего настроения. С Новым Годом наступающим! Всем всего хорошего, здоровья для лошадей, владельцев, тренеров, наездников. Все получится. Ну и, конечно, друзья, оставайтесь с каналом «Конный мир». Не забывайте смотреть нас на Ютубе. Всего самого-самого наилучшего в 2022-м. Редактор субтитров А.Семкин